Музыка Из всего этого образовался наш мир. Вот из яйца. Из яйца. Ну да, и начали и другие виды, и так далее, и так далее. От создания мира до портрета спящей возлюбленной диапазон тем и замыслов заслуженного художника Чуваши, жителя Одинцова, живописца, дизайнера, педагога Геннадия Дубровина, обладающего уникальным пространственным мышлением, словящегося умением совмещать на одном полотне разные ракурсы, способного поместить героя и его историю в разные плоскости, где конфликт – это всегда излом. Художника невозможно заподозрить в каком бы то ни было заимствовании. Его язык – абстракция, совмещающая символизм и живописность. Дубровин посвящает полотна Чувашскому эпосу, где птица, яйцо имеют самый главный основополагающий смысл. Впрочем, и свои семейные корни для художника важны. Словно сны о детстве его картины. Папа едет домой, картинка из детства, все будет хорошо. Пожарная вышка родной деревни, куда забирались мальчишками. Он видел ее лишь снизу, но вот воображение автора рисует ее разноракурсно и сверху. Тут и конюшня, и собака во дворе, и возвращающийся домой отец. Все это многократно повторяется, словно не отпускает, связывая куски жизни и всплывая в памяти. Отдельным циклом выступают работы, посвященные чувственной плотской любви к конкретной женщине, где за кажущейся поверхностностью и эротичностью размышления автора на глубинные темы бытия, о жизни, смерти, любви. Дубровин убежден, искусство – это деформация действительности. Для прямого, непосредственного отображения жизни существует фотография, а для искусства важны лишь воображение и рожденные образы. И у каждого образ свой. Потому эти работы для интеллектуалов, имеющих вкус к разгадыванию и распутыванию сюжета. Я люблю конструировать. Я считаю, что, во-первых, весь мир – это конструкция. Вся наша не только планета, вся система солнечная, вся галактика – это чистейшие конструкции. Поклонников творчества скульптора, заслуженного художника России Геннадия Александрова, знающих его как автора памятников Ленину, серьезных монументов, посвященных советскому солдату, ждет открытие. Представленные в бронзе работы «Гимн любви мужчины и женщины», где в искусном пластическом решении, сплетении тел, воспепеляющей страсти, откровенном разговоре о земном наслаждении – сокровенное и главное Божье предназначение человека от Адамы и Евы. Ну, это вот мое чистое такое искусство, как бы искусство в себе. А я его нигде не показывал, никто об этом не знает. Если изучать историю искусства, наскальную живопись начнешь изучать. Там все – женщины, мужчины, там все обнаженные. Кто знает, что руководит замыслом и рукой художника, и ведает ли он, что творит. В древних религиях брачно-сексуальная символика занимала большое место. Эротизм песни, песни царя Соломона еще в IV веке предан Анафеме. Поскольку за внешним – глубинный смысл бытия. Не стоит ли за идеей брачной любви – любовь иная, божественная. И не указывает ли автор в путь преображения чувственного эроса в духовную любовь. Все это осмыслить лучше вживую, придя на выставку в галерею Ирины Долининой по адресу улица Чикина, дом 1А, в торговом центре «Кристалл». Ольга Винтер, телекомпания «Одинцова».